Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Пожалуйста, откройте со мной, римлянам, четвертую главу. Вы любите Слово? Я говорю, правда, вы любите Слово? Слово берет нашу жизнь и направляет ее в правильном направлении. Аллилуйя! Римлянам, четвертая глава. Хочу на какое-то время вам напомнить о чем-то, что произошло в видении, которое было у Папы Хэггена об Иисусе. Папа Хэгген рассказывает о том времени, когда он упал и повредил руку, и его повезли в больницу. Это было много лет назад, он был молодым служителем. И пока его везли в больницу, Иисус проговорил к нему и сказал о его повреждении, что там нет перелома, что там просто произошло смещение чего-то. И он сказал, но не волнуйся об этом. И я поговорю об этом с тобой позже. И когда Папа Хэгген сидел в больнице, он услышал, как по коридору шаги звучали. Он думал, медсестра идет. И когда двери открылись, и эта личность вошла, это не была медсестра, это был Иисус. И Иисус взял стул и поставил рядом с койкой Папы Хэггена и полтора часа с Ним говорил. И посреди этого Иисус сказал ему, «Моя воля, чтобы никто из Моих детей никогда не болел». Только подумайте об этом. Он сказал, «Моя воля, чтобы никто из Моих детей никогда не болел. Поскольку это его желание, согласись с этим». И дальше он говорил, «Моя воля, чтобы никто из Моих детей никогда не болел». Чтобы никогда их не оперировали. И у них никогда не было несчастных случаев. И говорил он это Папе Хэггену, потому что у него произошел несчастный случай. И он ему говорил, «Это не мое. Я в этом не участвовала. Я не пытался тебя ничему через это научить. Ты должен понять, что если что-то такое происходит, это не Бог автор этого. Потому что его воля, чтобы никто из его детей никогда не болел, никогда не проходил через операцию, никогда не попадал в несчастный случай». И потом он, конечно, сказал, «Если так происходит, я ускорю процесс исцеления для них». Аминь. Но затем он сказал Папе Хэггену следующее, «Что очень малое количество людей ходят в лучшем от меня». Подумайте об этом. Очень малое ходит в лучшем Божьем. И что он назвал своим лучшим? Никогда не быть больным, никогда не проходить операции, и никогда не попадать в несчастный случай. Но он сказал, «Очень мало количества людей ходят в этом». И затем он назвал три причины, почему. Он сказал, «Потому что, первое, большинство моих детей не знает, что им принадлежит. Если мы не знаем, что нам принадлежит, то мы не переживаем его лучшего». Но он сказал, «Но он сказал второе, вторая причина, что даже если они знают, что им принадлежит, у многих не хватает веры, чтобы это получить». И потом он сказал, «Третья причина, почему многие не ходят в лучшем Божьем, это из-за неповиновения». И он сказал Папе Хэггену, «Это причина, по которой у тебя случился этот несчастный случай. Это потому, что ты не послушался». И затем он с ним об этом говорил. Если кто-то из нас здесь сегодня, в неповиновении, прямо сейчас, в мгновение, мы можем это исправить и сказать, «Я прихожу в согласии с Болей Божьей, планы по лжиму, я выбираю повиноваться прямо сейчас, я исправляю это». И тогда мы можем закрыть дверь на эту третью причину в нашей жизни. Пастор. Первая причина, первая причина, которую он перечислил, первая причина, которую Иисус назвал, почему не переживают лучшее, потому что они не знают, что им принадлежит. Но когда у вас есть пастор, то вы получаете это знание, того, что принадлежит вам. Поэтому вы можете сказать, «Я узнаю, что мне принадлежит». Но сегодня утром я бы хотела коснуться второго пункта, что даже когда мы знаем, что нам принадлежит, нам все равно нужно достаточно им веру иметь, чтобы принять то, что нам принадлежит. Поэтому скажите так, «Я становлюсь более умелым в том, чтобы принимать все, что мне принадлежит». Аминь. Поэтому мы рассмотрим кое-что в жизни Авраама, чтобы посмотреть, что он делал, чтобы получить Божье лучшее. Аминь. 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 В Римлянам 4 главе 17 стиха Бог говорил об Аврааме. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». И, конечно, Бог сказал этому Аврааму, когда у него еще не было детей. «Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». В этой фразе определение веры. Вера называет несуществующее, как существующее. Так ведет себя вера. Это то, что делает вера. Когда что-то не существует, ты говоришь об этом, как если бы оно существовало. Денег нет. Ты говоришь, «Спасибо, что у меня есть деньги». Нет здоровья. Ты говоришь, «Спасибо, что у меня есть здоровье». Ты называешь это не так, как ты видишь, а как хочешь, чтобы это было, как ты желаешь, чтобы это было. Называешь, вера называет несуществующее существующим. Поэтому мы можем взять это определение веры и вставить в то место Писания, которое говорит слово «вера», где написано «без веры угодить Богу невозможно». Давайте вставим туда вместо слова «вера» определение. Без того, чтобы называть несуществующее существующим, невозможно угодить Богу. Праведник верою жив будет. Праведник будет жить тем, что называет несуществующее, как существующее. Аминь. Так мы живем. Так мы живем. Мы говорим о том, чего не видим. Постоянно. Это в наших устах. Мы это называем. Мы призываем этому проявиться. Мы призываем нашу собственность. Наше новое церковное здание. Аминь. У нас это есть. У нас это есть. У нас это есть. Аминь. Аллилуйя. Восемнадцатый стих. Что делал Авраам. Он сверх надежды поверил с надеждой. Через что сделался Отцом многих народов. Восемнадцатый стих говорил, что Бог садил уже Отцом многих народов. Но Авраам привел свою веру, чтобы стать тем, кем Бог его садил. Бог садил нас исцеленными. Но нам нужно присоединить свою веру, чтобы стать исцеленными. Понимаете? Нам нужно называть несуществующие, как существующие. Чтобы стать тем, кем он нас уже сделал. Чтобы в ежедневном опыте, в ежедневной жизни ими стать. Тем, кем он нас уже соделал. Он соделал нас исцеленными. Я не пытаюсь исцелиться. Я исцеленный. Это кто я есть. Он соделал нас богатыми. Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. Когда он обнищал? На кресте. Он не был нищим в своей земной жизни. Он обнищал на кресте. Взял на крест нищету так же, как и болезнь и грех. Зачем он взял нищету? Чтобы мы обогатились. Когда мы обогатились? Не тогда, когда деньги появились, а при рождении свыше. Мы в это родились. При рождении свыше мы родились детем Божьим. Мы родились исцеленными. Мы родились богатыми. И наша работа стать этим. в каждой дневной жизни. Называя несуществующие, как существующие. Я не стараюсь разбогатеть. Я каждый день становлюсь тем, кто я уже есть. Аминь. Ты скажешь, не понимаешь, что это значит становиться, кем я сделан. когда ребенок рождается, он уже рождается с природными талантами, способностями. Говорят, что ребенок рождается с музыкальными способностями. Но он не будет полностью развит в этом даре, если не поставит себе целью и не будет упражняться в этом даре. Если свою часть не вложит в этот дар, ты можешь родиться со способностью стать великим певцом. Но если ты свою часть не будешь выполнять, чтобы стать великим певцом, то, что в тебе родилось, никогда не разовьется. Ты родился богатым, ты родился исцеленным, ты родился благословенным. Но когда мы называем насуществующим существующим, мы становимся и развиваем в нашей жизни то, с чем мы родились при рождении свыше. Аминь. Аллелуя. Затем, в 18 стихе дальше сказано, что он сверх надежды поверил с надеждой через что сделался отцом многих народов, по сказанному так будет семя твое. И не изнемогший в вере. Он не помышлял о своем теле почти столетнего, что оно уже умертвело и утроба Сарина в мертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. Но прибыл тверд в вере. Прибыл тверд в вере. Прибыл тверд в вере. Воздав славу Богу. Как он прибыл тверд в вере? Потому что он не помышлял и не колебался. И воздавал славу Богу. И будучи вполне уверен что Бог обещал Он и силен исполнить. Заметьте. Полностью уверен. Когда проявится твой ответ? Когда ты вполне уверен. Не когда ты частично уверен. Но когда ты полон откровения того, что принадлежит тебе, то, кем ты был сделан, станет реальностью в твоей жизни. Будь полон слова. Наполняйся тем, что он говорит. Потому что проявление приходит, когда ты вполне уверен. Аминь. И заметьте, здесь сказано, что он не помышлял о собственном теле своем. Как кто-то слабый в вере? Он помышляет или уделяет внимание, рассматривает то, что не следовало бы рассматривать. Когда твое внимание направлено и сосредоточено на неправильной вещи, это ослабляет твою веру. Чтобы вера сохранялась крепкой, твое внимание должно быть направлено на правильные вещи. Потому что куда направлено твое внимание, туда идет твоя вера. Если твое внимание, оно сосредоточено на твоей душе, ты ослабишь свою веру. Но если твое внимание сосредоточено на том, что мой Бог восполнит все мои нужды согласно Его богатству и славе во Христе Иисусе, тогда моя вера будет крепкой. Кристианам нужно позаботиться, чтобы они не мыслили о нуждах, о мыслили об обеспечении. На чем твое внимание, то и будет течь в твоей жизни. Здесь сказано, Авраам свое внимание не уделял своему телу, потому что если бы он постоянно думал о неспособности своего тела произвести ребенка, то его тело никогда бы и не произвело ребенка. Но вместо этого он уделял свое внимание тому, что сказал Бог. Что же Бог сказал? Что Бог сказал? Когда симптомы являются, что Бог сказал? Когда недостаток пытается прийти, что Бог сказал? Ты не можешь помышлять и быть внимательным к тому, что тебя пытается обеспокоить. Авраам защищал крепость своей веры, сохраняя свое внимание вне неправильных вещей. Здесь сказано, он не помышлял или не принимал во внимание свое собственное тело. Это не тело должно было само по себе произвести этого ребенка. Это должно было прийти силой Божьей, а не силой Его тела, а силой Божьей через Его тело. Аминь. Это даже не вера, верить, что ты исцелен из-за того, что в теле видно здоровье. Многие люди говорят, ой, я исцелен, потому что мое тело правильно работает. А что, если твое тело попробует выйти из-за ответствия? Тебе нужно верить, что ты исцелен. Не важно, что твое тело делает. Заметьте, здесь сказано, что Авраам не помышлял о собственном теле, но также сказано, что он не помышлял и о теле его жены тоже. Если твоя вера, ты хочешь, чтобы была крепкой, ты не можешь помышлять ни о себе и не можешь принимать во внимание ничто, ни о ком другом. Потому что, когда ты о чем-то веришь Богу, дьявол всегда будет тебе напоминать или заставлять слышать с тебя свидетельства кого-то, кто не получил свое исцеление, кого-то, кто не получил свое финансовое чудо. Но Авраам даже не принимал во внимание, он даже не помышлял о том, что происходило в жизни кого-то другого, даже его собственной жены. Он не вычислял свое чудо на основании ее тела. Твоя вера никогда не будет крепкой, если ты постоянно смотришь на чью-то чужую неспособность верить Богу, на чью-то неудачу в том, чтобы верить Богу. Это совершенно никак не связано с тем, что Бог сделает для меня. Мне не важно, сколько людей умерло от этого заболевания. Мне не важно, сколько людей не получили свой дом. Мне не важно, сколько людей не получило своего чуда. Я не передвину свое внимание на людей, которые не приняли. Бог сделает для меня на основании того, что Он сказал, а не на основании того, получил ли кто-то другой это или нет. Вера списывается с счетов неправильные доклады и говорит, это со мной никак не связано, со мной это никак не связано, со мной это никак не связано. Бог мне уже сказал, и ни одно орудие, сделанное против меня не будет успешно. Бог мне уже сказал, что Он взял мои немощи и понес мои болезни. Бог уже мне сказал, что Он обеспечит мои нужды, и я не позволю моему вниманию сфокусироваться на ком-то, кто не получил свою помощь. Аминь. Аллилуйя. Если ты не будешь помышлять о своем теле, о своих финансах, если ты не будешь помышлять о своем доходе, если ты не будешь помышлять о своих обстоятельствах, Бог сможет ввести тебя в твою помощь, в твое чудо, в твое обеспечение. Но если ты будешь помышлять о неправильных вещах, то ты сам себя спишешь с принятия того, что Он тебе обещал. Хочу зачитать вам кое-что, что сказал Папа Хейген. Кто из вас знает, что нужно практиковаться не помышлять? Нужно практиковать удалять свое внимание с неправильных вещей и сосредотачивать его на правильных. Ты не сумеешь этого хорошо делать без практики. Ни в чем в естественном мире без упражнений невозможно стать умелым. Ни в чем нельзя стать хорошо умелым в духе без практики. Каждый день упражняйся. Упражняйся не волноваться. Упражняйся не бояться. Упражняйся не иметь неправильных мыслей. Тебе нужно упражняться свое внимание держать на правильных вещах, когда неправильные вещи становятся громкими. Папа Хэгген сказал следующее. Эти слова «не помышляйте» это благословенные слова. это крепкое убежище от всех огненных стрел. Дьявол бросается огненными стрелами против твоего разума и они тебя бьют силой. И тебе разрешено игнорировать это. Не принимать этого внимания. Не помышлять. Не вычислять. вычислять. И когда ты отказываешься принимать эти вещи и принимать во внимание, то это становится для тебя безопасным местом, когда ты не помышляешь, что идет против тебя. И Папа Хэгген сказал об этих словах «не помышлял». Это слова небесной атмосферы. Если ты научишься не помышлять о неправильном, то ты войдешь в такое место, где небесная атмосфера. Даже если тебя окружают обстоятельства, на тебя они абсолютно не влияют, потому что они не способны получить твое признание, твое внимание. Это то, что сказано в 22-м полмении, что Бог уготовил трапезу перед нами прямо в присутствии наших врагов. Это не работа веры избавляться от дьяволов, которые пытаются окружить твою жизнь. Работа веры игнорировать бесов, которая тебя окружает. Быть не под влиянием, не бояться и не помышлять. Не быть этим занятым, что они пытаются тебе в твои чувства принести или сказать тебе. Ну да, ты знаешь, они там, но они не заслуживают твоего внимания. Вот эти люстры здесь все время висят, но никто из вас вот так же не сидит и не разглядывает их. не ваша работа избавляться от бесов. Ваша работа не подпадать под влияние их присутствия. Возможно ли это? Да. Когда ты отказываешься помышлять, отказываешься позволить своему разуму об этом думать и вертеть это в голове, что они тебе там намекают. И я настолько дорожу 22-м псалмом, что он уготовил трапезу для нас в присутствии наших врагов. Победа это не то, что дьявол тебя в покое оставил. Победа это, что ты игнорируешь присутствующего дьявола. Враги присутствуют, но они не едят за столом с тобой. Заставь бесов смотреть, как ты ешь свою победу. Как это сделать? Не помышляй о них. Не поворачивайся, не уделяй им свое внимание, не позволяй своему разуму это крутить, то, что они тебе намекают. И Папа Хейген сказал такие слова. Не помышляй, это небесная атмосфера, где никакие микробы и болезни не могут выжить и долю секунды. И он говорит, не сдавайся физическим симптомам или финансовым проблемам или каким-то другим обстоятельствам. он говорит, не давай им даже мысли мимолетом. Откажись думать о сложностях. Откажись принимать это в расчет. Если ты помышляешь о собственном теле, если будешь помышлять о собственных проблемах, будешь ими озабочен, он сказал, то это как раз причина, почему они не отступны, эти проблемы. Пока ты на них смотришь и им внимаешь, они этим питаются. Это то, что их поддерживает на месте. Но когда ты их игнорируешь, дьявол такой гордый, он не может выдержать, когда его игнорируют, поэтому он пойдет туда, где ему уделят внимание. Абрам стал отцом многих народов. он стал тем, кем Бог ему поручил, потому что он научился игнорировать все, что говорило ему, что он этим не станет. И я люблю, что Павел говорит, когда он был в этой филиппийской тюрьме. Расширенный перевод. Павел говорит, я научился как быть довольным, удовлетворенным до такого, что меня не волнует. и не беспокоит, в каком бы состоянии я не находился. Павел говорит, мне нужно было этому научиться. И в тюрьме, он в темном месте, он говорит, меня это не беспокоит, не волнует, потому что я научился чему-то. Я научился, как свое внимание направить на правильные вещи. И затем он говорит нам, как он это сделал. в той же книге, он постоянно говорит, радуйтесь God всегда, и снова говорю вам радуйтесь. Радуйтесь в Господе всегда, и снова говорю вам радуйтесь. Когда что-то давит на твой разум, борется, чтобы завоевать твое внимание, вот путь, вот путь, вот направление, чтобы удержать твое внимание на правильных вещах. Дочни радоваться. Отец, я благодарю Тебя, что Твое Слово мне уже показало, каково мое будущее. И я выбираю то, что Ты показал. Я не выбираю то, что я слышу. Я отказываюсь выбирать то, чем дьявол давит на меня. Но я выбираю то, что Ты говоришь. Я выбираю то, что Ты говоришь. Я славлю Тебя, Господь. И я отказываюсь волноваться. Я отказываюсь терять свой покой. Это то, что делал Павел. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.